Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и их описания. Опубликованные книги, сокровища искусство, картины знаменитых мастеров, художественной репродукции в фотографиях, перевод и дополнение под редакцию Александра Бенуа, издательство 1904 года. Петра Вануччи, прозванный Перуджина, перуджинская или перузианская школа, ведение святого Бернарда. В Мюнхенской старой пинокотеке хранится знаменитый алтарный образ Перуджина, написанный в последнем десятилетии XV века для флорентийской церкви Санта Спирита. На нем изображено явление богоматери святого Бернарда. При сравнении этой картины с алтарным образом, того же сюжета, написанным Филиппина Липпи для церкви Баджа во Флоренции, годами 15 раньше, Удивляешься громадному шагу вперед, сделанному искусством в такой короткий промежуток времени. В картине Филиппина сказывается жизнерадостность, любовь к земной красоте, к цветущим здоровым фигурам, ко всей природе со всеми ее явлениями, к светлым роскошным краскам. Напротив того, в картине Перуджина господствует простота и строгая симметричность линий. Благородная композиция ритмично закончена в архитектурной обстановке изящного стиля, с глубоко перспективными видами светлого, спокойного по линиям пейзажа. Густо-тонкие краски сливаются в сильный общий тон того же благородства и спокойствия, видны в позах и в экспрессии лиц. Вся картина проникнута тем строгим настроением, которое сообщил своему времени Сванролла, тем духом, который господствовал во Флоренции в то время, когда она, передаваясь суровому аскетизму, готовилась встретить второе пришествие Христово. Картина Перуджина знаменует собой вообще поворот в искусстве, ясно выразившийся несколько лет спустя в произведениях Фра Бартоломео и Рафаэль. Ну вот такое описание картины я нашел в книге издания 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотографиях Баде Кнампа. Перевод и дополнение под редактой Александра Бенуа». Пока-пока, до свидания.